Всем привет! У нас сегодня будет незапланированный репортаж, но мне кажется, что очень интересный. Меня пригласили на верфь Альтена, на которой строится траулер 20 метров. Я уже прогулялся по лодке. И она, конечно, выглядит и ощущается просто какой-то огромной. Кстати, это интересный проект. Он уже строится более 20 лет. Проект принадлежит компании Врипак. И тут тоже такой интересный момент. Любая верфь голландская может приобрести права на постройку одного корпуса. Ну, там одного, двух, трех, сколько вам необходимо. И заплатить Royalty за то, что они строят вот этот проект у себя наверху. Начнем с корпуса ниже ватерлинии. Задам вопрос знатокам, что же это за элемент. Пишите в комментариях, в конце ролика расскажу. В носовой части, в кормовой части есть такие элементы. Лодка в высокой степени готовности находится. В конце февраля спуск на воду и ходовые. Думаю, что даже приеду еще раз, чтобы ее посмотреть уже на воде. Лодка доступна для продажи. Стоимость яхты можете узнать по запросу. Пишите сообщение в WhatsApp или на почту. И сейчас мы с вами эксклюзивно поднимемся на борт и посмотрим. Здесь установлены два двигателя. Будут стабилизаторы на яд. Вон там впереди вал виден в стабилизаторах. Здесь у нас кран-валка, который устанавливается на флайдинге. Четырехлопастные винты. С такими ножами для того, чтобы срезать сети. Узор для тех, кто любит. Такой яхтенный процесс. Начнем с моторки. Так, вот в кормовую часть попадаем в лазарет. Причем вот эта секция открывается. Кидравлические направляющие. И сюда можно складывать все, что вам необходимо. Слева-справа топливные танки. Общий запас топлива 9800 литров. Мы тут шутили, что это правильный способ подготовки двигателей к зиме. Видите, бережно укрыть их таким одеялом. Двигатели John Deere. Там у нас прикрыта система кондиционирования. Опреснитель. Это уже не первый раз замечаю, что Altena делает два кингстона. И уже отсюда идут трубы для тех узлов, агрегатов, которым вода необходима. Кондиционеры, генератор. Там генератор спрятан тоже бережно. Здесь он оном. 14 киловатт. Гидравлика. Выхлопная система сделана следующим образом. Вода уходит по этой трубе. И дальше выхлоп сухой выводится в сторону. Делается это для снижения уровня шума. Работа полна ухода. Поэтому не буду я кому особо мешать. Сейчас мы с вами быстро приближимся. Но потом в феврале, надеюсь, что уже сделаю более подробный обзор. Камбуз 100. Ходовая рубка. В данном исполнении дверь по правому борту одна. Но можно сделать и по левому борту тоже дверь. Из ходовой рубки потом будет лестница на флайбридж. Вот она здесь находится. И вход в каюты тоже через ходовую рубку. То есть это лодка 20 метров. Но по ощущениям, что около 26. Вот мы прям на паузе. Ощущаешь. Окна в таких черных рамках. Они с подогревом. Все. Ну все иллюминаторы. Грубки. И понятно есть проход по левому, по правому борту. Здесь будут стоять мониторы. Три штуки большие. Спускаемся вниз. Сколько у нас тут? Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь ступеней. В принципе, на этом спуск на нижнюю паугу окончен. Носовая каюта. Свой санузел. Ну как свой. Из коридора есть вход в санузел и носовой каюта. Душевая кабина. Одна ступенька. И гостевая каюта по правому борту. Ухло. Раз. Два. Две ступеньки. И это каюта владельца. Хитрый матрас будет. Вернее матрас, а основание для кровати сделано. Два иллюминатора открывающихся. И здесь есть гардеробная небольшая. И санузел. Симпатичная отделка. Тут у нас душ. Машинка стиральная. Закрывается. А, всё, я понял. Она раз и уходит туда. Можно открыть и убрать. Чтоб вам створки по лицу не били в накачке, когда вы бельё загружаете. Отличное, на самом деле, решение. Сушилка. Так. Внимаемся наверх. И по палубе пройдём на флайп. Утепление реализовано посредством пены. Толщина корпуса 7 мм. Причём здесь корпус стальной. Настройка алюминиевая. Пока не ушли. Вот этот подъёмный люк. Для того, чтобы в лазарет что-то поставить. Эти ступеньки ещё такие коротенькие. Но понятно, что они другие выйдут. Поднимаемся на флайбридж. Гигантской лодки. Двадцатиметровой. Сюда будет установлена кран-балка. И размещаться наверху будет тендер. Мачта опускающаяся. И если мачту опустить, то мостовой габарит будет 5,40 мм. Вот когда лодка на воде находится. Сейчас общая высота по стёкла порядка 7 мм. Камбус будет ещё один для флайбриджа. И вот лестница для спуска. Вот такой получился короткий незапланированный обзор. Но лодка меня заинтересовала. И приеду специально в феврале-марте. Для того, чтобы снять её на воде уже в готовом состоянии. Эта лодка доступна для покупки. Поэтому, кто хочет себе экспедиционный траулер к сезону. В марте месяце к концу лодка уже будет 100% полностью готова. Спущена на воду и оттестирована. Пишите. Кстати, вместе и приедем на ходовые испытания данной яхты. На этом всё. Большое вам спасибо. И пока-пока. Поехал дальше. Поехал дальше. Субтитры сделал DimaTorzok